Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи. Андрей Зубков с помощью Option Lab. С нами Андрей Зубков, трейдер из Москвы. Андрей, добрый день! Добрый день, Игорь и коллеги тоже. Вам слово. С интересом ждем вашей презентации. Сейчас я у себя Касперского отключу на всякий случай. А это зачем? Касперского? Ну, чтоб не мешало. Так, значит, вот данный момент на экране, я надеюсь, вы видите план его выступления, который называется торгуем опционами с помощью Option Lab. Видите? Да, видим хорошо. Ну, для начала я хочу сказать, кому предназначен этот рассказ, как то, что я буду рассказывать. Это, во-первых, должны быть люди, которые знают, что такое опционы, вот, которые, может быть, торгуют опционами уже, может быть, торгуют на небольшом объеме и хотят, как бы, увеличить, думают, планируют увеличить объем своих, своей торговли. Вот, для этого существует инструмент, который называется Option Lab. Это такая, значит, программа, в которой более подробно можно ознакомиться на их сайте Option Lab.ru. Эти разработчики этой, собственно, программы. Программа, вообще говоря, в себя включает две вещи. Аналитику и некие автоматизированные средства, которые позволяют именно торговать. Аналитика этой программы, в общем-то, аналогично тому аналитику, который предоставляет биржа. Аналогичен аналитик Option.ru, такой есть сайт. В общем, отличие не очень большое. Единственное, что вот Option.ru там, ГО, оно рассчитывается самостоятельно, а Option Lab его дает биржевое, поэтому оно более точное. Ну, в общем, разница, она совершенно несущественная. Да, эту вот аналитическую часть Option Lab можно получить у любого трейдера, у любого брокера. То есть, это не зависит от брокера. Единственное, что там нужно в некий конкурс на бирже поучаствовать. Но на аналитике я не буду останавливаться. В общем-то, она отличается от того же Option.ru, там, эргономикой, может быть, там, дизайном. Ну, в общем, несущественно. Зато, значит, в этой программе есть автоматизированный набор позиций. Там, значит, предусмотрены четыре стандартных стратегии, которые позволяют, в общем, работать фактически с роботами. Ну, две, про две из этих стратегий я расскажу буквально два слова, потому что я их не использую. Первая стратегия, это, так сказать, лимит стратегия. Это, по этой стратегии, это автоматическое выставление ордеров по одному инструменту, по заданной цене. Так называемые ордера айсберги поставляют. Ну, это есть, когда вы хотите набрать большую позицию по одной цене. В принципе, такие заявки есть у брокеров тоже, у многих. В общем, как бы нет ничего необычного. Вторая стратегия, очень интересная именно для опционщиков, это некий робот-хеджер, который хеджирует либо по дете, либо по веге. Хеджирует позицию. Единственное, что, почему я не использую эту стратегию, потому что есть одно существенное для меня ограничения. Ну, и для многих, наверное. Хеджирование производится по всем позициям на счете для данного базового актива. Вот и фьючерс. То есть, к примеру, если мы, вот, как, например, Илья Коровин любит продавать края, продали края, купили где-нибудь там серединку, вот, и хотим, на самом деле, хеджировать именно проданные края по дельте. Это не получится. У нас будет хеджироваться вся позиция, что, вот, на самом деле, мне лично неинтересно. Поэтому я эту стратегию не использую. Разработчики, они, в общем-то, грозятся, что они уже давно грозятся, что доработают эту стратегию, и можно будет каким-то образом выделять ту часть позиции, которые хотим хеджировать. Но пока этого нет. Зато есть, значит, две другие стратегии, которые я вот активно использую. Первая – это коннектор ордер стратегия. Это так называемая стратегия связанных ордеров. Сейчас вот я просто перейду к примеру. Я надеюсь, видно мой экран со стратегией. стратегии с позицией, которая вот набрана на опцион. Видно, Игорь? Ну вот сейчас видно просто какая-то белая. Видите вы, да? Ну, хорошо. Я не вижу, например, у себя на экране. Сейчас еще посмотрим. А вот видим, видим позицию, видим. Увидели. Вот, к примеру, хотим мы создать такую позицию. Это называется купленная бабушка. Значит, зачем ее создавать и какой плюс или минус этой позиции, я говорить не буду, но вот просто возникло у нас такое желание. Обращаю внимание, что, значит, ГО этой позиции не очень большое. Потенциальная прибыль, потенциальная, довольно большая. Большая, то есть как бы фактически два этих ГО, если на максимум. Но для этого нужно открыть довольно большое количество контрактов. Если это делать вручную, то, естественно, будут проблемы. Проблемы. Тут три ноги. Их нужно синхронизированно попытаться открыть. Руками это при большом количестве контрактов делать сложно. Что позволяет сделать автоматизированная стратегия. Вот, я беру вот эту позицию, переношу ее в окошко стратегии, задаю стратегию. И вот вижу, как бы, имеет, появляется возможность эту стратегию запустить, чтобы автомат ее набирал. Вот. Единственное, что большое количество контрактов в этой стратегии, да, может, их набор одновременный, да, может привести к тому, что где-то начнется перекос. То есть мы наберем, например, продадим 40 штук, а наберем там 20 или там только 10. У нас начнутся проблемы с ГО. Чтобы такого не было, значит, существует возможность разбить эту стратегию, то есть как бы налоги. То есть вот я беру и делаю не 50, там, и 100 контрактов, а 5. Так. Ну, то есть 5, 20 и 5. Сейчас я ее сделаю, здесь сделаю вот внизу. Так, секундочку. Вот, я буду набирать вот такую позицию и с 10 лотами. То есть я как бы разделил на 10 лотов с этой позиции и буду ее постепенно набирать. Для того, чтобы ее набрать, ну, соответственно, я поставлю то количество, basket size, это то количество контрактов, которое будет одновременно видно в стакане. Ну, например, я поставлю 2. Поставлю, есть такой параметр, который говорит, что мои заявки будут выставляться по изменению базового актива, но выставляться будут как бы интенсивность их выставления. То есть вот если я поставлю, например, 40, этот параметр, то при изменении на 40 пунктов будет меняться заявка. И вот самое интересное здесь, как бы... Так, самое интересное здесь доходность, так называемый таргет, доходность. То есть вот это вот самая главная вещь в этой позиции. Значит, таргет здесь может быть маркетным, может быть теоретически, может быть минимальным. То есть это та величина, за сколько я продам, или там куплю эту бабочку. Секундочку, что-то у меня тут все криво косо. Это получается анти-пиар-опшен-лаба тогда, если криво косо. Ну, все бывает в этой жизни. Вот. Видите, у нас с утра все как-то не задалось. Да нормально все. Вот. Короче, я сейчас не буду запускать эту стратегию. Я хотел ее запустить, но не буду запускать, поскольку, во-первых, она мне бабочка не нужна, да, она уже там сдвинулась. Сегодняшнее изменение базового актива. Вот. Поэтому запускать ее как бы не буду. Но... Хочу сказать, что вот установкой вот этого таргета, да, моя задача, естественно, да, если я покупаю, то купить за меньшие цены. Если продаю, то продать за большую. То есть, вот, варьируя этим таргетом, я как бы определяю цену своей покупки или продажи. Единственное, этот таргет не должен быть, если я покупаю, не должен быть меньше минимума. А если продаю, то, соответственно, он не должен быть больше минимума. Вот. Либо поэтому где-то около теории должен быть... Ну, если по маркету, там совсем, как бы, спреды съедят очень много, это, как бы, лучше не выставлять. Вот. Есть еще возможности. Значит, почему я на самом деле все рассказываю? Потому что, на самом деле, документация – это не самая сильная часть разработчиков. Да, там что-то написано, а что-то не написано. На самом деле, написано такая вещь, что вот, если, например, один из наших ног, один из опционов, менее ликвиден, да, и там большие спреды, то есть возможность, значит, оставить на нем галочку, ну, например, вот, какой мы возьмем, вот 75-й, например, мы будем считать, что он менее ликвиден. Поэтому, убрав галочки со всех остальных, мы будем набирать сначала ногу в 75-м. Так. А потом к нему будут добираться все остальное. То есть, он будет более приоритетный, да, потому что он, скажем, менее ликвидный. Потому что, если он будет одинаково приоритетов, мы можем быстренько набрать там 80-й, а 75-й, значит, нам не будет позволять набрать позиции. Вот. Это, значит, стратегия Connected Order. Перейдем к следующей. Следующая и последняя стратегия – это стратегия volatility, лимит-стратегия. Эта стратегия позволяет продавать или покупать опционы не как бы не по цене их, а по волатильности. Сейчас я тоже этот момент покажу. Давайте я это удалю. Вот у меня есть реальная… Сейчас я открою. Есть реальная позиция. Надеюсь, вы ее сейчас видите или увидите. Это проданный, да, проданный стренгл на сим, на рубль-доллар. Значит, первоначально продавалось 10 путов и 10 столов. Это было первоначально. В пятницу при снижении и при том, что дельта стала минусовой, я как бы допродал путы. Вот. Сейчас рынок развернулся не в мою сторону. И вот дельта стала вот такой большой. То есть фактически у меня как бы 2,5 фьютирса куплено на рубль-доллар. Вот что сейчас не очень интересно, при том, что у нас доллар падает, рубль растет. Вот чтобы выровнять эту позицию по дельте, ее можно ровнять там фьючерсам. А можно, например, ее поровнять тем же опционным колл. То есть допродать опционный колл, чтобы снизить вот эту дельту. Вопрос, значит, следующий. По какой цене, собственно, продавать опционный колл? Вот сейчас, я не знаю, видите вы или нет, я вот демонстрирую стакан опционов колл. Вот. Видно, что здесь, в общем, есть спред. Значит, если я буду стоять в этом спреде, пытаться там какое-то количество купить, особенно если оно большое, да, то цена базового актива будет уходить. Моя цена будет как бы тоже неинтересна. То есть она либо не будет исполняться, либо будет исполняться, но цена будет для меня невыгодной. Что можно сделать в этом случае? В этом случае вот я могу опцион колл, да, 70-й, продавать не по цене, а по волатильности. Значит, посмотрю, что сейчас творится на рынке. Ну, вот две штуки я, например, задам, продать. Вот. Посмотрю, что волатильность сейчас где-то 27.83, да. Цена продажи будет вот 224 пункта. Посмотрю, что у нас здесь делается. По этой, сейчас вот АСК стоит по цене волатильности 27.84. Вот. Бит стоит по волатильности 27.27. Ну, я могу поставить волатильность на верхнюю, к примеру, 27.86 или там сколько-то. Ну, вот у меня стоит 83. Я по этой волатильности сейчас попытаюсь продать. То есть я вот запускаю стратегию. Смотрим, что у нас получилось в стакане. Угу. И стакан. Вот стоит, видно вот, вот эта вот двоечка, да, здесь вот минус 2. Это стоит мой, собственно, моя продажа. Если базовый актив будет меняться, то, соответственно, цена моей продажи тоже будет сдвигаться. Тем самым я могу, как бы, более выгодную цену получить. Еще вот эта стратегия хорошо используется с хеджером. Опять же, если у вас нет позиций, и вы, например, хотите продавать путы и хеджировать их фьючерсом, то вы можете запустить сразу две стратегии. Одна будет стратегия по волатильности продавать путы, а другая стратегия будет по вашим заданным параметрам хеджировать вашу позицию. Так. Ну, собственно, вот все, что я хотел рассказать про Option Lab. Значит, какие недостатки есть у этой программы? Значит, первый, основной недостаток, один брокер. Торговля, возможно, только с одним брокером. Это IT-инвес. Но, что плохо, конечно, само по себе, потому что, ну, понятно, это монополия. Это нехорошо. Вот. К тому же были как бы проблемы с IT-инвесом, с своей IT-структурой, да, если вспомнить. Ну, их как бы у всех были, но они как-то вот больше на слуху. Но Option Lab сделан таким образом, что существует у них три способа работы в брокер. Три способа подключения. Первый, он самый обычный, когда заявки выставляются, те заявки, которые вы выставляете, они выставляются через брокер. В этом случае вы имеете преимущество, так называемого, единого торгового счета, когда есть у брокера счет, по которым сальдируются ваши ГО, там, на фондовом рынке. Ну, то есть, вы не на срочном. То есть, вы имеете все те преимущества, которые вы имеете, если просто работали с брокером. Но, если у брокера возникают проблемы с их серверами, то, соответственно, программам тоже возникают проблемы. Да, я же не сказал самое главное. Все стратегии, которые вот запускаются, они запускаются не на вашем компьютере, они запускаются на серверах Option Lab. Поэтому вы, значит, свой компьютер можете выключить, уйти, у вас он может сломаться, а стратегия будет все равно выполняться. Вот, второй способ подключения, это для продвинутых клиентов, когда Option Lab позволяет очень, как бы, скоростно работать своими заявками. Как бы напрямую через биржу, и сервера у них стоят, сама Option Lab, где-то там на бирже. Это способ для крупных клиентов, к коим я не отношусь. А я пользуюсь вот другим способом, который независим, опять же, от брокера, но требует создания, как бы, специального счета, который у брокера, у IT-инвестора, который работает только на срочном рынке. Я могу торговать через Option Lab только на срочном рынке. Но в этом случае заявки выставляются прям напрямую, на биржу, через плазу. Вот, все заявки, которые выставляются в Option Lab, и все заявки, которые выставляются в терминале SmartX, который терминал IT-инвестора, они взаимно видны. Их можно там взаимно снимать. С ними что-то можно, в общем, взаимно делать. Ну, если у меня еще время, я еще хотел одну вещь показать. Если времени нет, то я буду заканчивать. Есть время. Слушаем вам с цветовесом, Андрей. Я вот хотел показать еще коннектор Ордер, работу. Значит, с помощью... Сейчас, одну секунду, только я посмотрю, что я сделал. Тут я что-то все поудалял. Ну, вот. Ну, ладно. Удалял, так поудалял. Ничего страшного. Посмотрю, что-нибудь у меня исполнилось. Одну секунду. Сделки какие-нибудь были. Сделок не было. Так, хорошо. Значит, дело в том, что с помощью, опять же, стратегии коннектор Ордер можно торговать и фьючерсами. То есть, например, устроить парную торговлю двумя фьючерсами. Просто это в документации у них не написано, но там Сергей рассказывает, и я понял, как это сделать. То есть, вот приведу пример. Например, у нас есть Газпром. Открываем на него стратегию коннектор Ордер на один пункт. И вы хотите парно торговать с таким фьючерсом, как Лукоил. Значит, поскольку в одно окошечко там, в один общем чарт их нельзя поместить, поэтому нельзя это сразу стратегию задать, то делается это переносом вот этого фьючерса вот как бы вниз, уже созданной стратегией. И управление уже происходит здесь. То есть, к примеру, вы хотите продать, ну что вы хотите продать? Газпром, да? А покупать Лукоил. Вот смотрите, какая, что, собственно, у вас получилось. Смотрите, какой спред. Спред вот тут видно, там 8,348 пунктов. Значит, хороший спред или плохой, я не знаю. Ну, например, если вы считаете, что спред, например, 8,500 будет как раз подходящий, вы можете вот в таргете установить этот спред вручную и запустить стратегию. Стратегия исполнится тогда, когда, собственно, спред будет такой вот величины. Можно запустить обратную стратегию одновременно. Вот если, например, здесь скопировать, скопировать реверс. То здесь будет наоборот. Вы будете продавать Лукоил, покупать Газпром. Здесь будет с минусом. Вот здесь можно тоже задать, как такой-то таргет. И у вас будет запущено 2 парных стратегии. Одна из которых будет попытаться продать Газпром, купить Лукоил. А вторая наоборот. Ну, тут, конечно, можно возразить, что те, кто строит такие стратегии, они как бы хорошо разбираются в рынке. Они знают, какие должны быть спреды. Они, собственно, могут сами написать каких-то роботов с помощью TS Lab, C Sharp или еще кого-нибудь еще. Но для того, чтобы такие стратегии исполнялись, опять же, нужна плаза. Плаза, вот в общем лабе, за которую обычно брокер просит денег. Плаза в общем лабе, она бесплатная. Вот. Это, собственно, все, что я хотел рассказать. Еще остановлюсь на одном недостатке все-таки этого брокера, опшн лаба. Недостаток для меня лично заключался в том, что я на него подсел. То есть, если, например, у меня отнимут опшн лаб, да, то вся моя торговля опционами остановится, потому что я уже себе не представляю, как можно руками набирать там позицию, составляющую там из двух, из трех или, не дай бог, больше. Вот. Если у кого-то возникнут вопросы, то вот я здесь демонстрирую свой ник на Smart Lab, а также свою вот электронную почту, также на которую готов как бы ответить на вопросы тех, кто интересуется возможностью работы с этой программой. Вот. Ну, в принципе, Сергей Алисеев там тоже отвечает у себя. Я просто, ну, как бы пользуюсь ей и готов там на простые вопросы, в общем, ответить для начинающих. Вот мои, собственно, данные. Вот. На этом я, с вашего позволения, закончу, да, скажу всем спасибо, кто меня слушал и смог выслушать, и вам тоже за то, что предоставили такую возможность. Я, на самом деле, не агитирую всех вступать в это сообщество, абсолютно, да, мне вот все равно, на самом деле, чем меньше народов, тем, наверное, разработчики будут лучше относиться к своим клиентам. Просто я хочу сказать, что еще почему один пользователь IT-инвестор, потому что… Андрей, давайте остановить демонстрацию стола, остановить демонстрацию, чтобы мы с вами были в сети. Что вы хотели сказать о том, что… Я хотел сказать, что почему все-таки вот… Сначала у них был другой брокер Веста, но там что-то не сложилось. А с IT-инвестором сложилось, во-первых, в первую очередь, благодаря Владимиру Твардовскому, который очень любит опционщиков, вот, сам опционщик, и с уходом которого, я надеюсь, все-таки любовь к опционщикам в IT-инвестор не пройдет, вот. Потому что, на самом деле, опционщики, они брокерам не так уж много комиссий приносят, вот. А тут брокер, как бы, пошел навстречу Option Lab, и, более того, они создали специальный тариф, такой пониженный для… Ну, в принципе, он, как бы, для любого человека, который торгует на срочном рынке, годится. Но он, как бы, был заточен именно для опционов. Там тариф, он меньше, чем биржевой у брокера за один контракт. 59 копеек, они держат. Тариф называется нормальный, но он действительно нормальный. Нормальный? Ну, кстати, для, если взять, например, C, то он там не очень выгодный, но для R, он там существенно выгодный, с учетом того, что один контракт там стоит пару, да. А тут 59 копеек. Все-таки, когда, если много контрактов, то разница довольно существенная. Я понял вас. Спасибо, Игорь. У меня вопрос такой, Андрей. Вы сказали, брокер был Веста. Это вы имеете в виду банк Веста или какой-то другой? Да. Они сначала почему-то с ним собрались, но там и уже агитировали, уже там кто-то счета открывал, но что-то не срослось. Я понял. Ясно. А с этим Вестом, слава богу, сошлось. Ясно. Хорошо. И вам спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания.